Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Ивичкин. Сейчас расскажу об одной из памятных партий. Точнее сказать, покажу сразу две партии. Одна из них встретилась в четвертом туре чемпионата первенства России среди студентов 1995 год. Играли в Калантаево. К четвертому туру у нас было по 2,5 из 3. Я играл черными. Против будущего гроссмейстера, очень сильного шахматиста Сергея Волкова. Его рейтинг был выше, чем у меня. Но вот благодаря тому, что такой сложный и непростой для черных вариант как система Ильина Женевского в голландской защите был мной хорошо изучен. И не только хорошо изучен, а у меня была достаточно богатая практика в этом варианте. Мне удалось победить. Не без ошибок, конечно. С обеих сторон партия протекала. Но в целом ее рисунок складывался очень благоприятно для черных. Итак, значит D4, E6, C4, F5. Черные после того, как сыграли E6 и F5 могут построить либо каменную стенку, либо перейти в систему Ильина Женевского. Но стенка, как вы знаете, я ее очень не люблю играть. А система Ильина Женевского, хоть она и считается такой пассивной и неприятной, но, как было видно из моего предыдущего ролика, это партия 96-го года против венгерского южнородного мастера, у черных имеются определенные шансы на перехват. И, конечно, огромную роль в том, что я включил вот это построение в свой дебютный репертуар. Сыграла книга 50 избранных партий Бента Ларсена и его партия против Элисказиса, тщательно мной изученная, потому что очень мне понравилось, как черные провели там атаку. И вообще на долгие годы построение против Д4, где-то лет с 15-16, у меня стали любимыми. Хотя рискованность этого построения видна невооруженным глазом. Черный король ослаблен, пешка Е6 тоже отсталая. Как я уже говорил в предыдущем ролике, основным ходом здесь является ферзь Е8. С идеей вывести ферзя на H5. Но для тех, кто хочет тщательно разобрать этот вариант, я рекомендую изучить партии современного египетского гроссмейстера шестисотника Басета Амина. Очень интересная партия, причем статистика у него тоже великолепная и не боится играть против сильных гроссмейстеров. То есть рекомендую присмотреться. Я же где-то лет с 20-ти с небольшим играл здесь только конь Е4. Ну, может не только, но этот ход был основным. Так же, как вот ответ белых вот в этой позиции конь С3 считается основным. Основным ходом является здесь ферзь Е8, а моим основным ответом был конь Е4. Несколько раз со мной брали коня на Е4. После ФЕ, куда бы конь не отошел, я играл в Д5. Вот в этом варианте мне удалось, по-моему, сыграть 4 партии, 3 завершить в ничью и в одной партии обыграть гроссмейстера Валерия Филиппова, очень тоже сильного кемеровского шахматиста, который сейчас вроде как на долгое время отошел уже от шахмат, а, скажем так, в конце 90-х, в начале нулевых, это был очень сильный шахматист. В первой половине нулевых. Потом от шахмат отошел. Но тоже основным ходом здесь является ферзь С2. Даниил Юфа на этапе Кубка России среди мужчин в Ханты-Мансийске со мной играл ферзь Д3. И тоже после взятия на С3, как и Сергей Волков, бил БЦ. Ход БЦ рекомендован, если я не ошибаюсь, Марком Евгеньевичем Таймановым в книжке на немецком языке. То есть, есть такая рекомендация. Белые укрепили центр. Хотят провести Е2 и Е4. И в целом ход БЦ он не портит позицию белых. То есть, вообще, после того, как я поизучал немножко систему Земиша в защите Немцовича, я стал намного лояльнее относиться к таким вот структурам. Но это произошло не так давно. Буквально в прошлом и этом году я занялся серьезной работой по этому варианту. до того, условно говоря, до 40 лет мне казалось, что вот такое пешечное построение черные должны наказывать отъемом пешки С4. Но, конечно, черные в первую очередь должны провести Е5. И поэтому обязательным является ход КЦ6. Здесь у белых две возможности. Есть, например, Д5 и после коня 5 ДЕ у черных черные стоят перед интересным выбором. С одной стороны, они могут сыграть конь бьет С4 и потом заняться пешкой Д6. Пешкой Е6. Все-таки пешка Д5 очень сильна, линия Ф скрыта, на Е6 неизбежно падает. И конь на С4 тоже очень силен, а у слон С1 его перспективы пока не ясны. И есть еще... Ну, то есть позиция сложная и, я думаю, со взаимными шансами. И есть еще интересный ход С5, не позволяющий коню появиться на Д4. Но это очень оптимистичное решение. Черные рассчитывают взять на Е6, взять на С4, остаться с лишней пешкой. Конечно, белые встречают это ходом Е4. Ну и вот здесь очень сильный ход король Х8, с идеей упрать слона на Ж8, укрепляя позицию своего короля. И эту позицию я бы тоже оценил как сложную и неясную. Требуется серьезная работа над этой позицией с компьютерами. Ну, Stockfish 9, если вам это интересно, показывает примерная равенство. То есть около нуля у него оценка туда-сюда прыгает. Ход Д5 принципиальный. Другой принципиальный ход Е2-Е4. Почему при изучении варианта важно не просто поразбирать разные ходы, когда вы его изучаете, а важно наиграть. Эта позиция у меня уже встречалась. В 1992 году вот в этой позиции, естественно, черные тоже ходят Е6 и Е5. В октябре был турнир тренировочный. И кандидат мастера Константин Парышев сейчас, если не ошибаюсь, занят в банковском деле. Вот сыграл вот в этой позиции против меня сразу же С5. С5. Эту партию я вклеил и, конечно же, слушатели смогут скачать и разобрать на доске, что у меня в ней было. Могу сказать, что все идеи, которые я применил в партии против Константина, которые были найдены мной за три года, за два с половиной года, до партии против Сергея Волкова, мне пригодились и если, допустим, ход на С5 Король-Аш-8 не самый сильный, то после включения ходов Ладья-Е1 и Ф4 вот здесь вот на С5 ход Король-Аш-8 компьютер оценивает как сильнейший. И вообще все те решения, которые Стокфиш-9 осуждает в моей партии против Константина Парышева, они оказались очень сильны именно при включении хода Ладья-Е1 и здорово мне помогли в этой партии. Аш-3 ну в планах черных очень простой накат. Ж5-Ж4 и Ф3 стеснить белых на королевском фланге. Король на Аш-8 чувствует себя в полной безопасности, присущий слон может на Ж7 перебазироваться. Ну, конечно, ход Аш-3 вялый и таким путем за перевес бороться белые не могут. Черные немедленно устремляют ферзя на Аш-5. Вот. И, конечно, вместо логичного хода ферзь Аш-5 позволяющего получить большой перевес. То есть, конь на А5 очень силен. Никуда толком отпрыгнуть, чтобы напасть на Ладью А8 белые не могут заточка ф4 и ф3. Вместо этого я, конечно, предпочел закрыть линию Д. То есть, сейчас последовала серия таких неточностей. После Е6 коль Д8 нормальный ход пока. Хотим взять на Е6, но в этой позиции вместо вот ход слон бьет Е6 мне было сделать страшно. Объективно сильнейший ход. Но я боялся, что, во-первых, есть какие-то такие возможности. Во-вторых, есть, допустим, такой ход. Тут надо было поднять Ф3. То есть, очень много у белых заманчивых продолжений. И даже вот просто напали на этого слона и черным надо сообразить, что этого слона надо отдать. Их инициатива не заканчивается. Пешка Д4 слаба, королевский фланг белых тоже как-то не очень хорошо защищен. Вот. Это мне страшно не нравилось и поэтому я вместо слона бьет Е6 сделал посредственный ход С6. Укрепил пешку Д5. Белые обязаны были бить на Д5 сразу, но они бить на Д5 и играть, конечно, не ферзь Д2, как у меня тут записано, а слон Д2. Сейчас я это поменяю. Вот. После слона Д2 черным удалось взять на Е6 и теперь на СД черное готовы взять слоном, нападая на Ф3, на Ж2 и так далее. А после слона А5 этот слон перебазируется на Е4 и здесь у черных уже огромный перевес. И, конечно, на взятие на Д8 надо было взять либо ферзем, либо ладьем. Но мне понравилась активизация слона через поле А5. я взял слонов, выпустив по мнению Стокфиша половину своего перевеса. У белых здесь был сильный ход СД и погодите, это, по-моему, было в нашей партии. А, ну да, белые не могут брать на Б7, потому что последует слон А5 и вот здесь, как это ни странно, спасения нет. После ферзь бьет А5, слон бьет Ф3, слон бьет Ф3, ферзь бьет Ф3. Белый король настолько плох, что защитить его невозможно. Хотя фигур осталось на доске уже не так много. А после СД СД, сильнейшие белые пожертвовали качество и имеют определенную компенсацию. Слон на Е1 не очень хорош. Здесь пришлось действовать очень энергично. Ф3 ход обязательный. Надо слона Ж2 убивать, потому что иначе его давление по большой диагонали может стать фактором, который перевесит просто лишнее качество. Белым пришлось брать на Е1 и внешне у них все бы было хорошо. Если бы на Ж2 стояла белая пешка, так у них был бы наверное большой перевес. Но проблема в том, что они не могут вроде бы сейчас у них уже две связанные проходные появились. Но у них проблема с защитой пешки Ф2. То есть угрожает ладья Б бьет Ф2 и нельзя бить конем на Ф2 и за ферз бьет Е1. При этом взятие на Ж2 также невозможно и уже из-за ладья Ф8 бьет на Ф2. А нет, также ладья Б бьет на Ф2. Какой ладья Ф8? Зачем восьмую нам ослаблять? Со страшной атакой. После ферзь Е5 конечно же черные не меняют ферзей. Они нападают на Ф2 и сейчас ладья бьет Ф2 угрожает просто с матом. То есть вроде бы у белых мощнейшая централизация. Вообще мне вообще посчастливилось выступить очень хорошо. Я поделил первое и второе место с Александром Ластиным. Саша занял первое по дополнительным показателям. Попал в финал России. Я сильно был расстроен, что меня не пустили с ним за компанию. А провел турнир очень неплохо. Ну и эта партия тоже показывает. Видите такие пешки как на А2 можно брать только в очень хорошей форме находясь. Потому что кажется что пешка А7 проходной не является. А вот пешки Д4 и Ц5 надо нейтрализовывать. Ну на самом деле после Ц6 никаких проблем нет. Основная идея взятия на А2 была в том чтобы начать серию разменов. Брать на Б1 белые не могут из-за потери коня Е4. А после размена ладей одна из пешек Д4 или Ц6 теряется. Конь с Е4 толком и отойти не может. Ну на Д6 может но в этом случае что-то последует. А последует на конь Д6 последует А7 А5 насколько я понимаю и ферзь не способен держать пункт Е1 на который грозит вторгнуться ладья и коня Д6 которого атаковал черный ферзь Поэтому приходится ослаблять еще больше позицию короля и конечно дальше уже достаточно скучная стадия реализации Но вообще для того чтобы выиграть такую позицию максимально убедительно с лишним качеством надо использовать по максимуму силу ладьи Ну и активность ферзя и конечно слабость короля противника То есть надо быстро перейти в матовую атаку Ну вот так все и произошло Пешка Д5 конечно некоторые иллюзии белым сохраняет но ферзей никто конечно менять не будет На Ф3 слабость пешка Д вперед пойти не может то есть она пошла и тут же потерялась Висит на Ф3 висит на Д6 и в общем-то в этой позиции в связи с тем что на короле Е1 есть ход ладья Е3 шаг и черные остаются с лишним ферзем белые сдались партия доставила мне массу удовольствия и еще больше удовольствия я получил в 95 я обыграл Сергея а через достаточно короткое время ему удалось стать чемпионом нашей страны среди мужчин уже тут он был кандидатом мастера уже если не ошибаюсь в 96 году или в 97 нет стоп в 97 он еще тоже был кандидатом мастера по-моему в 98 минуя звание международный мастер он стал гроссмейстер всем спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин обязательно буду рассказывать еще покажу партии на тему голландской защиты и как я обещал на тему централизации до свидания подписывайтесь ставьте лайки дизлайки и так далее